Привет! В общем, ребят, вы особо, конечно, не просили, но я все равно сделал, потому что, знаете ли, эксклюзивчик подъехал. Серьезно, на тот момент, когда я записываю это видео, во всем русскоязычном ютубе есть только одно видео, в котором рассказывается про вот этот монитор. И лежит оно на канале BetaGadgets, владельцем которого я, по счастью, знаком. Это значит, что смог попросить у него девайс для того, чтобы попользоваться самому и рассказать про него вам. И, кстати, если эта модель вас заинтересует, то обязательно чекните обзор Александра тоже, потому что, во-первых, он там много всяких интересных нюансов рассказывает, не все из которых я буду дублировать в своем видосе. И плюс говорит сразу про две модели, вот эту и еще одну более продвинутую, скажем так, с сенсорным дисплеем, так что можно будет сразу сравнить. В общем, не забудьте чекнуть, ссылочка в описании, в подсказках, добавлю, в общем, везде, где только можно. Но пока что вы на канале iZender Today, это мой обзор портативного монитора ViewSonic VG1655. Приступаем! Вообще информации в наших интернетах мало не только про эту конкретную модель. Когда я стал изучать тему поподробнее, оказалось, что и про мониторы в таком формате других производителей почему-то почти никто ничего не рассказывает. Если в общих чертах, то это небольшой дисплей, который по задумке можно носить с собой где-нибудь в рюкзаке и использовать там, куда не потащишь обычный монитор. В первую очередь, на ум, конечно, приходят ноутбуки. Работать с двумя экранами часто намного удобнее, но таскать в придачу к ноуту полноразмерный монитор, разумеется, никто не хочет. Тут и пригодится подобная штука. Второй вариант – смартфоны. Да-да, к ним тоже можно подключить вот этот вот монитор. И, пожалуйста, вместо экранчика там на 5-6, там, ну, даже, предположим, 7 дюймов, у вас нормальный полноценный экран на 16 почти дюймов. И тут уже у кого на что хватит фантазии. Можно, я не знаю, в игры играть на большом экране, иметь какое-то преимущество перед противниками за этот счет, если это соревновательные. Можно фильмы смотреть вместо ноутбука. Можно где-то там наснимали фоток, сразу посмотреть их, как они будут выглядеть на большом формате, не возвращаясь домой. А можно, я не знаю, даже во время съемок использовать его как большой видоискатель. Тоже вполне себе рабочий вариант в некоторых ситуациях. Плюс это прям идеальный вариант для топовых Samsung с их настольным режимом DeX. У Huawei, кстати, тоже что-то подобное есть, насколько я помню. В таком случае все вообще красиво. Подключаем к смарту экран, цепляем беспроводную мышь и клавиатуру и вперед. Конечно, полноценного ПК это не заменит, но для работы где-нибудь в Google документах или серфа по сайтам и всякое такое вполне рабочий вариант. Конечно, можно подрубить и что-то посерьезнее, типа той же фотокамеры. Но это я больше так теоретически говорю, потому что сам я не фотограф. Но возвращаясь к обзору на Beta Gadgets, там как раз таки этот вариант рассмотрен более подробно и уже чисто практически. Так что забегайте посмотреть, еще раз напоминаю. Самое важное в истории с портативностью для того, чтобы этот ViewSonic работал, ему не обязательно нужна розетка. Если девайс, к которому вы его подключаете, способен выдать хотя бы 10 Вт через разъем USB Type-C, то этого будет достаточно. Понятно, что не все ноутбуки, тем более смартфоны, так смогут, но те же флагманы Samsung, о которых уже говорил, на это способны. Да еще и видеосигнал тоже передают, так что вся конструкция работает вообще с одним кабелем. Хотя, конечно, батарея самого смарта при этом высаживается довольно-таки быстро. Еще один момент, если использовать вот так со смартфоном и без подключения к розетке, то максимальная яркость дисплея будет ограничена 10%. Но если доступ к розетке имеется, то вообще без проблем. У нас есть два USB Type-C, есть mini HDMI и есть разъем 3,5 мм аудиоджек. Если что, то обе USB поддерживают одновременную передачу и питания, и аудио-видео сигнала. Так что, в принципе, комбинировать можно по разному варианты подключения и в разных форматах этим пользоваться. В комплекте с монитором есть кабели HDMI на mini HDMI, двухсторонний USB Type-C и еще один с обычным USB с одной стороны и Type-C с другой. Есть и адаптер питания на 60 Вт. В целом, неплохой набор, но длину кабелей могли бы сделать и побольше. Понятно, что предполагается, что все расположено рядом, но если планируется подключать дисплей к розетке, то уже получается не очень удобно. Что касается непосредственно конструкции, то корпус девайса полностью изготовлен из алюминия, включая и подставку. Так что, в принципе, с надежностью проблем быть не должно. Кроме того, в комплект входит защитная крышка с магнитными креплениями. Ее же производитель предлагает использовать как противоскользящую подставку во время использования монитора. Для управления настройками дисплея на задней части есть небольшой джойстик. Само меню такое же, как у любого современного ViewSonic. Русский язык есть и, в общем, все понятно интуитивно. По поводу звука, встроенные динамики есть и это уже само по себе хорошо. Чем-то особенным они не выделяются, но по сравнению с большей частью смартфонов будут лучшей альтернативой. Да и в случае ноутбуков, как правило, тоже. Параметры самого дисплея, ну, скажем так, средненькие. Какого-то дизайнерского качества от него ждать не следует. Разрешение Full HD, цветовой охват заявлен 64% от sRGB, что, в принципе, не особо много. И яркость 250 нит. Диагональ 15,6 дюймов, хотя везде, на самом деле, на сайте в рекламных материалах чаще фигурирует цифра 16, но это вместе с рамками, поэтому правильнее, честнее говорить все-таки про 15,6. На самом деле, претензии у меня, наверное, только к яркости. Учитывая, что это монитор, который предполагается таскать с собой и, возможно, пользоваться в том числе и на улице, где-нибудь в летней кафешке, а то и вообще, условно говоря, в поле, то хотелось бы запас побольше. Тем более, что покрытие у него матовое. Она, конечно, меньше бликует, но яркость при этом тоже немного скрадывается. Хотя для помещения его вполне хватает. Что сказать, девайс, как по мне, любопытный. Знаете, вещь из разряда тех, без которых всю жизнь спокойно обходишься, но как только она у тебя появляется, оказывается, что это удобная штука. Я вот теперь видосики со смартфона, частенько смотрю в кровати вместе с ним, и это оказывается удобнее, чем брать ноутбук. А у тех, кто часто работает где-нибудь на выезде, много путешествует или просто часто приходится работать где-то там, я не знаю, на ходу, на бегу, с небольшими остановками, такая вещь вообще точно найдет свое применение. Но надо сказать, что стоит он довольно-таки дорого, и это не единственная его проблема. Поэтому даже если у вас есть желание и возможность потратить деньги на его покупку, то сделать это не так-то уж и просто, потому что на тот момент, по крайней мере, когда я записываю видео, его нет в продаже в наличии даже в официальном магазине ViewSonic на их сайте. Даже по Яндекс.Маркету сейчас есть только одна позиция, где его предлагается купить, это MVideo за 29 тысяч рублей. В общем, как обычно, ссылочки оставлю в описании под видео, возможно, со временем ситуация поменяется, и он будет более широко представлен в продаже. Такие дела, пишите в комментариях, стоит ли по-вашему такой девайс внимания, а если вдруг уже кто-то пользуется этой моделью или какими-то аналогами, то рассказывайте про то, в каких сценариях он находит у вас применение. А если обзор понравился, то ваши лайки и подписка на канал всегда приветствуются и будут очень кстати. У меня на сегодня все, спасибо, что смотрите, увидимся!